За безопасностью в зоопарке Лигер теперь следят особенно тщательно. Происшествия с трехлетним мальчиком до сих пор помнят многие благовещенцы. Тогда тигр укусил ребенка за голову, когда он с родителями подошел к животному, чтобы сфотографироваться. Хищник находился не в клетке, от посетителей его отделяло лишь заграждение. В результате малышу пришлось делать операцию, остались шрамы. Директоры зоопарка оштрафовали на 300 тысяч рублей. Теперь фото с тиграми и другими хищниками под запретом. Фотографироваться разрешают только с безобидными животными. При желании посетители могут не только посмотреть на животных, но и сфотографироваться с обезьянкой, верблюдом или таким вот 50-килограммовым тигровым питоном. В этот раз Лигер расположился на территории общественно-культурного центра. Подмоченной репутацией зоопарка сотрудники ОКЦ не испугались, потому что сами проверили зоопарк на безопасность. Мы посмотрели прежде всего на безопасность, потому что для нас очень важна эта безопасность именно детей, безопасность взрослых тоже самое. Поэтому мы посмотрели, где они стоят. Первоначально они у нас были в области, в Тамбовке были, поэтому съездили, посмотрели, как они стоят, как у них выставили ограждение для того, чтобы было прежде всего безопасно. Все работники зоопарка знают технику безопасности, с ними регулярно проводят инструктажи. Хищники сидят в клетках, на которых всят таблички, предупреждающие посетителей, что заходить за вольер опасно. Мы сделали большие специальные клетки, чтобы зверям было разлечься, побегать, ограждения улучшились у нас, чтобы никто, никакой ребенок не смог залезть. У нас люди для этого зоопарки за барьерами ходят, следят за этими, чтобы все по технике безопасности было безопасно, чтобы никто не смог зайти за барьеры, не просунуть руку, чтобы никто никого не покусал. В зоопарке посетители могут увидеть свыше 50 видов животных, больше, чем в прошлый раз. Если в 2012 году гости из Пятигорска удивляли благовещенцев лиграми, это помесь льва и тигрицы, то в этот раз привезли и лилигра, это гибрид льва и легрицы. В природе такие животные не встречаются. Есть зоопарки черная пантера, птица, тукан и редкий вид хищника, белый индийский тигр. Вообще я люблю таких экзотических животных, как леопарды, как львы. Они очень красивые, у меня просто эмоции. Ну также, конечно же, такие милые олени, все так классно. Недавно здесь родились рисенок, оленята, барсучата и еноты. Ждут пополнения тигрица и легрица. Самое крупное животное зоопарка – африканский лев, а самые маленькие – это австралийские апостсумы. За животными ухаживают около 20 работников. Корм у нас очень простой, то есть чистим клетки, а также, помимо того, кормим, у них не распорядок, то есть есть специальный для этого. То есть кормим мы раз в сутки, как и положено для хищника. Уборочка у нас с утра идет, то есть не полагается. На территории зоопарка работает и террариум. Здесь живут морские свинки, питоны, крокодилы, игуаны, попугаи. Одному питомцу зоопарка разрешают гулять. Верблюдица Герта катает посетителей. Катание на верблюде – вот еще одна услуга, которую предоставляет зоопарк. Взрослые и дети без труда смогут забраться на него с помощью стремянки, а сотрудники зоопарка помогут им в этом. Цены на билеты остались прежними. Для взрослых – 250 рублей, для детей – 150. Повышать цены не стали, чтобы прийти в зоопарк могли позволить себе больше людей. Пятигорский лигер пробует в Благовещенске до 25 августа. Елизавета Бедник, Кирилл Захаров, Альфа Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова